Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. До школьного до дополнительного профессионального образования. Программа Экономика. За Кировхлебпром просят 250 миллионов. Имущество предприятия, входящего в холдинг Кировхлеб, выставлено на торги. Самый крупный лот, включающий в себя в производственный комплекс хлебозавода, административное здание и производственное промышленное оборудование, выставлен на торги по начальной цене 245 миллионов рублей. Отдельно продаются дебиторская задолженность, транспорт, торговые павильоны. Как сообщил изданию «Навигатор», источник, знакомый с ситуацией, производство не остановится и после продажи предприятия. Есть много желающих его купить, поэтому можно с уверенностью утверждать, что весь имущественный комплекс Кировхлебпрома перейдет новому собственнику целиком без дробления на отдельные лоты. Напомню, что производитель был признан банкротом в 2014 году. Экономика. На 101 АФМ. Кировчанку осудили за регистрацию фирм «Однодневок». Она предоставляла свой паспорт для регистрации на ее имя юридической фирмы. Как отмечают в областной прокуратуре, женщина осознавала, что от имени юрлица осуществлять предпринимательскую деятельность не будет, а будет являться лишь номинальным руководителем. Суд признал псевдодиректора виновной и назначил ей наказание в виде 120-тысячного штрафа. Это уже не первый подобный случай в Кировской области, хотя практика в этой сфере еще только нарабатывается. Ранее за аналогичные преступления молодой человек был привлечен к уголовной ответственности в виде обязательных работ. Экономика. К другим новостям. Долги кировских предприятий по кредитам растут. Кировстат озвучил данные о задолженностях организации без учета малого бизнеса. Если сравнивать с показателями на начало года, кредиторские долги выросли. С 59 миллиардов они поднялись до 64. В то же время снижается сумма просроченных кредитов. На конец января объем кредиторки просроченный превышал 7 миллиардов рублей. В конце августа сумма составляла 6300. Крин переезжает из центра города. Вместо территории на перекрестке Карла Маркса и профсоюзный завод будет располагаться в промышленном районе на Народной. Предприятие арендовало помещение на Карла Маркса до октября. Крин признан банкротом в 2011 году. Административные здания и производственные корпуса перешли в собственность нескольких организаций. Одной из них является фирма «Маяковская». Она на старых площадях завода планирует строительство жилых домов. Напоследок коротко несколько цифр. За 39 миллионов рублей планируют продать городские власти 64,4% своих акций в компании «Куприт». До 20 часов сегодня будет работать налоговая на Комсомольской 1. Там проходят дни открытых дверей. В субботу ее можно посетить с 10 до 15 часов. В 8 раз снизилась миграция юрлицы с Кировской области за последний год. В завершение валютах доллар сегодня 59,25, евро 68,79. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. 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 Программа «Экономика» на 101ФМ.